Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Вы уже посмотрели две передачи с нашим знаменитым футурологом, экономистом и политиком Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Сегодня мы продолжаем наш разговор. В прошедшей передаче мы анонсировали тему сегодняшней беседы. Это появившаяся или появляющаяся, даже разрабатываемая в данный момент где-то с вашим участием тема новой терминологии небесных дорог SkyWay. А также очень много приходит от вас вопросов с просьбой разъяснить, как же будет функционировать система Transnet в будущем. Сергей Анатольевич, давайте начнем, наверное, сначала с терминологии. Мы этим закончили прошлую передачу, давайте сегодняшнюю с этого и начнем. SkyWay знают все небесные дороги или небесный путь. Что-то там звучало Unibox, SkyStation, Skyport. Объясните, пожалуйста, какие появились термины и что все они обозначают? Ну, давайте пока... Мне как лингвисту это особенно интересно. Немножко из истории все-таки, как появился SkyWay. Это когда в 2001 году был построен первый стенд, первый полигон и ЗИЛ на фоне облаков ездил и просто сам собой родился термин SkyWay. Потому что когда смотришь ажурную путевую структуру и ЗИЛ на фоне облаков, то таким образом это... То есть я хочу сказать, что термин SkyWay родился сам собой. Не потому, что... А английский язык для всех был родным. Поэтому родилось... Вот до этого все-таки бренд был именно струнный технолог СТЮ, СТС, то есть струнная транспортная система или струнный транспорт Юницкого. И, в общем-то, почти 35 лет это было именно брендировано под СТС, СТЮ. Вот. И только вот уже буквально, сейчас скажу, наверное, в 2013 году Юницкий ввел вот этот термин SkyWay. И он настолько... Вот он мне когда первый раз произнес, ну как он на мне обкатывал, что вот как термин SkyWay. Я сразу говорю, Анатолий Владимирович, это 100% то, что приживется. И сейчас практика показывает, это действительно уже понятие, которое понимается и принимается всем сообществам мировым. Вот. А дальше уже исходя из этого термин TransNet возник несколько раньше. Термин TransNet мы ввели... Это уже именно наша школа, основанная на инженерных разработках Юницкого, инженера Юницкого. Мы ввели это понятие первый раз в 2008 году на Питерском экономическом форуме, когда был именно доклад на большой сессии по транспортным коммуникациям. И вот я тогда первый раз ввел вот наше такое общее консолидированное понятие TransNet. Но сразу забегая несколько вперед, могу сказать, что TransNet оформился и стал понятен только сейчас. Вот буквально вот он сейчас подходит именно к своему наполнению и как именно коммуникационная система... Ну, в первой передаче мы подробно этого вопроса коснулись, да. Но сейчас я могу сказать, что... Еще что-то изменилось? Да, ситуация развивается настолько быстро и настолько, что именно... Будущее приближается стремительно. Еще быстрее, чем вы можете себе представить. Вот, поэтому TransNet, теперь, если говорить уже агрегированное понятие, что такое интернет, TransNet. Интернет дал возможность при открытии ноутбука или смартфона войти в информационное поле и получать информацию. Раньше для того, чтобы получать информацию, надо было делать какие-то действия. Куда-то идти, что-то заказывать, журналы, книги и так далее, и так далее. Интернет позволил быть в информационном поле, просто включая электронное устройство. И таким образом мы сегодня через смартфоны, через приложения, через единую информационную сеть, мы все находимся в едином информационном пространстве. И определяется тем, что какой уровень сигнала, какая скорость интернета сегодня. Вот, и здесь я люблю... А не придем мы все к тому, что человек со временем превратится в одну большую голову, и у него будет один палец, чтобы нажимать... Нет, вот здесь я могу все эти пугалки, это так сказать, так же, как когда начался интернет, то все пугали, что будет чип в голове, что будет... А пришли к тому, что у каждого в кармане находится смартфон и, по сути дела, ноутбук, который его дополняет. И в голове нет ничего, ни чипа, ничего другого, да? Да, то есть этого вполне достаточно, чтобы быть в информационном пространстве. И очень сложно, я много привожу этот пример, очень сложно отвечать на вопрос моего семилетнего сынишки, который приходит и спрашивает, папа, а какой у тебя в детстве был интернет? Ответить ему на этот вопрос просто невозможно, потому что ни в школе, ни в институте, ни в аспирантуре, ни в докторантуре я еще понятия такого не знал, и интернет только-только тогда зарождал. Так надо было сказать, это у тебя, сынок, интер есть, а у меня как раз интер нет. Да, абсолютно. Так вот, сейчас, чтобы вы понимали, что такое транснет, к чему вы сейчас подошли, что, когда, находясь на своем рабочем месте, находясь в своем пространстве, вы также можете, не вставая с места, не снимая своих тапочек, или если вы сидите босиком, как любит говорить Анатолий Дарченицкий, вы можете перемещаться из любой точки в любую точку. Естественно, вот это как раз в футурологии, это несколько будущее, потому что сейчас начнут формироваться сначала конкретные линии, конкретные трассы из одной точки в другую, потом начнутся перевозиться конкретные грузы из одной точки. Но со временем формирование этой сети, она будет объединяться в единую транспортную систему. И вот почему я говорил, что транснет именно термин, как появился в 2008 году, а сегодня он только оформился технологически, именно с появлением, как это ни странно, нашего любимого сначала юнибайка. Сначала это был как велом электромобиль, потом как электромобиль второго уровня, потом как прогулочно-транспортная система, потом как легкий городской транспорт, это его несколько такая трансформация. Ну а то, что с ним произошло за последние, скажем так, три недели, это вообще уже трудно описать, во что начал превращаться наш юнибайк, который сейчас... Когда он обрел, как говорится, плоть и кровь. Плоть и кровь, да. То оказалось, что сегодня основная проблема создания искусственного интеллекта, который создает, ну основные центры интеллектуальные, это IBM, который создает сегодня, это Google, который сегодня работает, это и Facebook, и Microsoft. Сегодня все основные производители именно такой интеллектуальной продукции озабочены тем, как собрать и сделать, скажем так, помощника и как коммуницировать человеку с информационным полем. То есть нужен определенный агрегатор, как его сейчас называют, искусственный интеллект. И уже, ну скажем так, опытные образцы работают, я уже говорил, это в юридической сфере, в медицинской, дают поразительные результаты. Это персональный помощник, когда человек с голоса дает команду сети, через свой компьютер подбирается информация, и он начинает в удобной для него форме пользоваться этой информацией. Но есть две очень серьезные проблемы, которые решают все эти производители. Первое, это сегодня большой объем памяти, большой объем аккумуляторов, использованный для этой передачи. То есть сегодня IBM делает такой компьютер, он весит там около 10 килограмм. Это не очень удобно с точки зрения функциональной. И второй, когда это можно делать только в персональном пространстве, если вы с голосом работаете с информацией. То есть если вы задаете вопросы, получаете ответ, а при этом рядом находятся десятки людей, то это не очень удобно. Значит, это либо должно быть в наушниках с индивидуальным экраном, что также усложняет работу. И здесь как это оказалось, что наш юнибайк, он решает эти вопросы, потому что это индивидуальное пространство. Это закрытое пространство, изолируемое от всего внешнего мира. И поэтому внутри, поставив бортовой компьютер, а мы его можем поставить любым весом, значит, соответственно, любой мощностью. Соответственно, создав аудио-видео бортовую систему, адаптированную под вас, тоже с очень мощными свойствами. Таким образом, получается, что мы, наш юнибайк, даем ему функцию искусственного интеллекта. И таким образом, вы с голоса, находясь в юнибайке, можете взаимодействовать с информационной средой. И это уже вышло за пределы просто юнибайка. Ну, мы уже в прошлой передаче с вами коснулись того, что юнибайк, который оснащен искусственным интеллектом, экосистемой, уже мы называем юнибокс. Давайте вот рассмотрим другие термины, которые мы обещали. Значит, заканчивая с интеллектуальной системой, значит, естественно, она имеет имя. И в нашем каждом юнибоксе будет жить юник. То есть юник – это как раз ваш персональный коммуникатор, который работает с информационной средой. И вы с голосом можете давать любые команды, он будет их выполнять, он будет выполнять… Кофе будет варить? Я думаю, что, в принципе, эта машина может и варить кофе, то есть ничего здесь сложного нет. Самое главное. Вот, и еще будет выполнять очень-очень много функций, которые сегодня мы даже не можем предположить. Поэтому, то есть мы тоже об этом говорили в прошлой передаче, что мы начинаем втягивать все научные изобретения абсолютно во всех отраслях. Это и новые материалы, и новые технические решения, и, соответственно, новые интеллектуальные решения. Все, что будет лучше и мощно возникать, это все будет в себя втягивать наш юнибокс. Теперь дальше, вот почему Транснет оформился именно сегодня. Транснет становится модульным перемещением. То есть вот этот модуль, как мы его назвали, Mobile Personal Space, то есть мобильное персональное пространство или юнибокс, он начинается перемещаться, когда к нему прикреплен съемный мобильный блок, то есть в котором стоят два двигателя и аккумулятор. Значит, он как самостоятельное транспортное средство, но если необходимо двигаться со скоростью 500 км часто, соответственно, он уже вмещается в другой контейнер, в другой бокс, то есть это, как мы его называем, юни-лёст или скоростной юнибус. Вот он указан, пожалуйста, и там по системе может ставиться уже, вот скоростной юнибус, и там может ставиться 2, 4, 6, 50, 100 таких блоков. Это ваше персональное купе, и вы уже с большой скоростью перемещаетесь. То есть таким образом возникает вот еще одна концепция именно Транснета как модульного перемещения. Это может быть грузовой контейнер, он может ввести груз, он может ввести воду, он может ввести лед, но это вся система, которая идет по одной логике, по одной системе. И что самое главное, почему я говорил, что именно это увязало в Транснет, в какой части мира сейчас бы не строилась легкая трасса, она через систему наших Sky Station, то есть Sky Станции Пересадки, может быть включена в общую сеть. И поэтому мы сейчас создали предпосылки. То есть путевая структура, она унифицирована, скажем так. И как раз унифицированный блок. В нашей терминологии, наверное, юнифицирован. Да, юнифицирован. И соответственно, вот это сейчас, дальше вот то, что мы остановились в прошлый раз, это Sky Station, то есть это так, где происходит пересадка. Это мы продолжаем термины, да? Термины, да. Там, где происходит состыковка, где ваш персональный юни-бокс может уже ставиться в скоростную платформу. И тогда он становится уже общественным транспортным средством. Да, и тогда это уже общественный транспорт. Вы перемещаетесь со скоростью 500 км в час в любую точку, куда доходит на тот момент путевая структура. Дальше, там, где есть легкая система, значит, выставить, опять подключаясь к мобильному съемному блоку, вы можете перемещаться по струне. Если там струны нет, значит, соответственно, готовится целая концепция юни-мобиля, когда вы можете этим блоком вставать боксом к платформу джипа, автомобиля, катамарана. Еще один термин. Еще один термин. Это юни-мобиль. То есть, соответственно, это универсальное средство. И мы даже показывали в одних репортажах, что мы еще научим его и летать. То есть, он может дать блоком к вертолету. Это что, будет юни-лет? Ну, тут это, скорее всего, юни-мобиль. Да, но просто с летными качествами. Я думаю, наши зрители нам сейчас пришлют свои предложения. Мы строим конкурс, выберем лучшее. А Skyport еще я слышал. А следующее, Skyport, это уже немножко следующее поколение. Это то, что сегодня готовится уже гиперскорость. То есть, Юницкий уже сегодня работает именно с инженерной точки зрения прорабатывать скорости 1250 км в час. Естественно, это совсем другие технические решения. Это уже с использованием и вакуумных труб, и скоростных труб. Соответственно, это более сложная система. И вот там, где будет состыковка гиперскоростной скорости, сверхскорости и обычной скорости, именно потому что там камеры шлюзования должны быть, там должна быть более сложная система логистики, где вот этот бокс переставляется из одного движущегося средства в другое. Либо выходит уже как самостоятельный подвижной состав. Вот это как раз будет Skyport. И это как раз логика более сложная. Это то, к чему мы подойдем, ну, наверное, через где-то 8-10 лет. Соответственно, сначала мы подойдем к скоростям 500 км в час. Это как по аналогии, как обычный интернет. Потом возникнет потребность в скоростном интернете, значит, перейдем. И дальше, если говорить уже с точки зрения уж совсем такой большой футурологии, то все это становится основой для создания уже потом космической системы, которая, потому что мы будем на Земле отрабатывать с вакуумом, с герметичными камерами, с системой шлюзования. Это как раз вся подготовительная работа, чтобы выходить уже дальше в космическую транспортную систему. Но это, скажем так, это уже футурология, которая чуть-чуть дальше. Это уже не практикующая футурология, а это все-таки настоящий уже просто прогноз, куда это все пойдет. И еще один термин, который мы сейчас ввели, он абсолютно новый. Это скайпринтер. То есть, фактически, это роботизированная система, которая будет создавать скайстайшн и скайпорт в автоматизированном режиме, то есть, используя вот тех роботов, которые будут делаться на основе наших сначала юнибайков, потом юнибоксов, а теперь это уже будут вот эти вот юни... Слушайте, если будет размножаться подвижной состав Скайвей самостоятельно с помощью роботов, а что же будем делать мы? Я понимаю, мы будем работать там 2-3 часа в день, 3-4 дня в неделю, что уже, кстати, ООН объявила, мы это анонсировали, что к этому все идет. Тем не менее, я думаю, многих наших очень зрителей волнует, не потеряют ли они свои рабочие места. Нет, дело в том, что эта система, она создает, наоборот, такое огромное количество рабочих мест, и вот дальше, если... Чуть других просто, да? Да, конечно, то есть, меняя просто ориентацию. Люди будут больше работать в гуманитарной сфере, то есть, в сфере культуры, будут в сфере обслуживания, потому что огромное количество, когда будут строиться сети, создается огромное количество рабочих мест именно по обслуживанию людей, которые будут перемещаться, по созданию комфорта, для того, чтобы... Это другая сфера, и она потребует огромное количество людей, просто это другая ориентация. Я бы хотел уточнить профессиональная ориентация. Профессиональная. Прекрасно. И дальше, чтобы уже как к ту тему, которая обязательно следующим пойдет, это вот скайпринтеры, которые будут печатать станции, также они будут... Это типа 3D принтеров, да, современных? Это типа 3D, да, только, скажем так, роботизированной, и которая идет по струнной путевой структуре. По путевой структуре, скажем так. Идет и сам себя, ну, и эту путевую структуру сам строит. Ну, если упрощенно, то можно сказать так. То есть там, естественно, будет технологический процесс, но заключается он в следующем, что сначала идет строительство по этим станцам, именно с помощью роботов, а потом та путевая структура, которая используется для того, чтобы это строить, она потом будет использоваться для эксплуатации. Ведь потому что и жилые дома, которые будут пользоваться, там к ним надо подвозить, увозить это все. И это будет как раз та путевая структура, которая будет уже функционировать на протяжении всего цикла жизни, там, скажем, и домов, и станций, и так далее. Поэтому это, ну, скажем так, законченная система, но, естественно, что она требует очень серьезной, там, поработки, подготовки. Но технологически и эти роботы, и эта система, она будет очень простой. Поэтому сегодня по каждому элементу можно утверждать, что это сегодня вполне реализуемо, вполне, и это возникнет уже, ну, скажем так, в ближайшие, я даже думаю, даже не годы, а месяц. Здесь, понимаете, это поменяет вообще весь ресурсный уклад, потому что сегодня, понятно, чтобы строить трассы, именно металлические трассы, именно сеть Транснет, нужна новая металлургия. И понятно, что сегодня есть несколько металлургических центров, именно рудных центров, которые не разрабатываются. Поэтому понятно с точки зрения развития, что сначала должны быть разработаны эти рудные базы, потом должно быть создано новое металлургическое производство, и это даст основу для строительства Транснета. Но в этом направлении как раз сейчас и идется работа. Проекты первые, которые сегодня обсуждаются, наиболее актуальные, это Монголия, коксующийся уголь, это часть металлургии, это Боливия, месторождение Мутун, это Украина, Кривой Рог, где сегодня крупнейшие в мире залежи руды, это Бахчаевское месторождение. То есть сегодня рудная база позволяет утверждать о том, что это возможно сделать. Но это, естественно, повлечет за собой очень и очень серьезные изменения вообще в раскладе именно горной металлургии, создания металлургического производства. Это как раз очень серьезные процессы, которые уже к футурологии никакого отношения не имеют. То есть это есть определенные цели, задачи куда идут, а вот какими путями это будет идти, это уже, скажем так, ближе, скажем так, к экономике и к политике. Ну, то, что в будущем это все будут разрабатывать роботы, мне уже понятно, тем не менее, на данный момент это будут делать люди. А вот уже в каких городах эти люди будут вскоре жить, мы с вами давайте поговорим в следующей передаче. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.defisystems.com, поддерживайте наш проект, общайтесь с умными людьми, и тогда никогда ваш персональный помощник по интеллекту не опередит вас. Строй SkyWay! Спасай планету!